Здравствуйте, мои уважаемые подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим затирание. Способы затирания. Процессы затирания, которых известно довольно много, были разработаны на основе практических данных. Только позднее стали приниматься во внимание соображения теоретического характера. А именно, при желании получить из солода как можно больше экстракта в виде первого сусла и охмеленного сусла, состав которых наиболее соответствовал бы изготавливаемому типу пива. По этим же причинам выбранный способ затирания изменяется в деталях в зависимости от типа и качества солода, состава производственной воды, производственного оборудования и тому подобное. При переработке одинакового сырья и воды с помощью различных способов затирания можно получить пиво различного качества. Поэтому нельзя проводить затирание по шаблону. Однако с другой стороны нет необходимости изменять без видимых причин, уже оправдавший себя способ затирания. Декокционные способы. На начальной стадии ремесленного производства пива экстракт получали только путем настаивания при различной температуре. Точно неизвестно, когда в Чехии начали кипятить отдельные части затора. В первом чешском пивоваренном документе, каким является трактат о пивоварении из хозяйственных книг Крыштофа Фишера 1679 года, переведенных с латинского языка Яном Барнером и изданных в 1706 году, есть только упоминание о кипячении трех или четырех частей затора. Однако это еще не был отварочный процесс, а только вынужденный шаг, связанный с недостаточным объемом тогдашних котлов. Точное описание трехотварочного способа опубликовал Паупье только в 1794 году. Он первым привел также температуры отдельных отварок, а именно величины 37, 55, 58, 63 градуса Р большое, которые немного отличаются от температур позднее научно обоснованных. Паупье был решительным сторонником кипячения заторов, которое он обосновывал повышением выхода экстракта, улучшением качества и другими преимуществами. Вполне вероятно, что в то время на некоторых пивоваренных заводах еще применяли инфузионный способ. Трехотварочный способ затирания. Этот классический способ сохранился до наших дней и является основой разработанных позднее способов затирания. Он дает надежные результаты и при переработке некачественного сода, поскольку при постепенном повышении температур проявляется действие всех важнейших ферментов. А кипячение густых частей заторов облегчает и переработку недостаточно растворенного солода. Однако этот способ требует много времени, что повышает расходы. При трехотварочном способе дробленный солод затирается холодной водой и заторная масса запаривается горячей водой до 37-38 градусов Цельсия. Этот процесс в основном применяется только при производстве темных сортов пива. Для светлого пива затирание проводят прямо в теплую воду, так чтобы температура заторной массы составила 37-38 градусов Цельсия. Тем самым затирание сокращается за счет времени необходимого для запаривания. И весь процесс продолжается 20-25 минут. Сразу же после окончания смешивания около трети затора спускают в заторный котел. Необходимо, чтобы эта первая часть затора была наиболее густой консистенции. Остальная часть затора остается в заторном чане, если он имеет хорошую теплоизоляцию при 35-37 градусах Цельсия на все время переработки первой отварки, то есть на 1,5-2 часа. При этой относительно низкой температуре не происходит существенных ферментативных процессов. Однако кислотность медленно возрастает, отчасти в результате деятельности кислотообразующих микроорганизмов. При опытах с разной производственной водой был обнаружен рост кислотности в пределах соответствующих снижению PH на 0,1-0,3. Первая отварка между тем нагревается в котле приблизительно на 1 градус за 1 минуту. Между 50. 55 градусами Цельсия раньше вводили в выдержку расщепления белков, так называемую пептонизирующую выдержку, продолжительностью около 10 минут. Однако в ней нет необходимости, поскольку оставшаяся в заторном чане после перекачки второй отварки часть затора находится при указанной температуре довольно долго. При затирании плохо растворенного солода при достижении температуры 68-72 градуса Цельсия или еще выше вводят следующую выдержку, при которой ожидают пока затор полностью не осахарится. При переработке хорошо растворенного солода и эту выдержку можно исключить. Однако несмотря на это осахаривание контролирует реакции на йод. После достижения 75 градусов Цельсия отварку быстро доводят до кипения. При переработке темного солода первую отварку кипятят как правило 30 минут, а в отдельных случаях и дольше. У светлого солода 20-30 минут. Дальнейшее кипячение при производстве темных сортов пива облегчает до осахаривания заторов и одновременно способствует более полному вкусу пива. При производстве светлых сортов пива наоборот интенсивность окрашивания должна быть ниже, а менее продолжительное кипячение заторов способствует также улучшению вкусовых качеств пива. При кипячении затора в результате коагуляции выделяется часть белков, уничтожаются все присутствующие ферменты и микроорганизмы и несколько повышается кислотность затора. После кипячения первой отварки оставшиеся в чане часть хорошо перемешивается и к ней перекачивают прокипяченную часть затора. Перекачивание нельзя вести быстро, чтобы затор частично не запарился, а тем самым не были разрушены имеющиеся в нем ферменты. Перекачка длится обычно 10-15 минут. После основательного перемешивания температура затора в до 50-54 градусов Цельсия. Если он перемешан так, что вся часть прокипяченного затора пришла в соприкосновение с жидким остатком, содержащим ферменты, в заторный котел из чана снова перекачивают треть затора, самую густую, вторая отварка. Оставшиеся две трети затора оставляют в чане при 50-52 градусах Цельсия на один или полтора часа. Важно, чтобы температура не стяжалась ниже указанного предела. При этой температуре прежде всего действуют протеазы, однако начинается и расщепление крахмала. Температура около 50 градусов Цельсия благоприятна также для фосфатаз, из которых действует главным образом фитаза. При продолжительной выдержке кислотность затора возрастает и образуются буферные растворы, присутствие которых положительно влияет на течение дальнейших технологических процессов. Вторую отварку нагревают в котле приблизительно при тех же условиях, что и первую. Однако разжижение и осахаривание крахмального клейстера происходит быстрее, поскольку вторая отварка содержит прокипяченные части первой отварки, а также следующую непрокипяченую часть затора с активными ферментами. Подогрев идет сначала медленно, до 75 градусов Цельсия, а потом температуру быстро доводят до кипения. Осахаривание контролируют реакции на йод, и если процесс проводить правильно, нет необходимости дожидаться полного осахаривания. При производстве темных сортов пива вторую отварку кипятят 30 минут, для светлых сортов 15-20 минут. Еще до окончания кипячения второй отварки, в заторном чане включают мешалку и только в хорошо перемешанную массу медленно перекачивают прокипяченую вторую отварку. Температура должна подняться до 64-65 градусов Цельсия. Когда температура всего затора в чане выровняется, мешалку останавливают и в заторный котел из чана перекачивают необходимое количество жидкой третьей отварки. Объем первой и второй отварки достаточно определять приблизительно. Обычно выпускают около трети общего объема. При этом не является недостатком, если при перекачивании прокипяченой отварки в чане достигается необходимая температура, а в котле еще есть небольшой остаток. У котлов с прямым обогревом даже необходимо, чтобы дно оставалось закрытым. А вот третью отварку нужно перекачивать в чан из заторного котла без остатка, поэтому необходимо определять ее объем более точно. Для этого используют такую формулу. Температура Т большая бывает на 2-3 градуса Цельсия выше, чтобы компенсировать тепловые потери при перекачивании. Можно также учитывать температуру прокипяченного затора. Но вместо 100 градусов Цельсия только 90 градусов Цельсия. И формула примет вот такой вид. В заторном чане после выпуска третьей отварки в заторный котел на 1-1,5 часа остается часть затора при оптимальной температуре для осахаривающей бета-амилазы. То есть температурой 60-65 градусов Цельсия. Твердые части солода при кипячении в обоих предшествующих отварках стали доступными для действия ферментов. И поэтому при переработке плохо растворенного солода образуется избыток мальтозы. Внешне это проявляется в потемнении поверхности заторной массы. Жидкая третья отварка может нагреваться в котле быстрее, так как содержит только небольшое количество неосахарного крахмала. Выкипятится обычно 10-15 минут. При кипячении происходит разрушение ферментов и приостанавливается их дальнейшее действие. После перекачки третьей отварки из заторного котла в чане должна быть достигнута температура 75-78 градусов Цельсия. Более высокие температуры непригодны, поскольку инактивируются оставшиеся ферменты. Тем самым не обеспечивается до осахаривания остатков крахмального клейстера, которые освобождаются из солодовых оболочек. В чане заторная масса основательно перемешивается, чтобы по всему объему выровнять температуру. И перекачивается в фильтрационный чан или фильтр пресс. Тем самым заканчивается осахаривание, которое у трехотварочного способа длится пять с половиной и шесть с половиной часов. Температурные изменения графически представлены на графиках. Трехотварочный способ имеет некоторые технологически важные преимущества. Основательное перемешивание и кипячение заторов ускоряют процессы растворения. Продолжительные выдержки, при которых заторная масса и отварки остаются в заторном чане, благоприятные для химических и ферментативных реакций. Изменяя соответствующим образом время и температуру при этих выдержках, а также время кипячения, можно регулировать действие ферментов и тем самым изменять состав охмелённого сусла. Главным образом до достижимой степени сбраживания. Отношение сахаров к несахарам. И степени расщепления белков. При затирании дроблённого солода холодной водой и удлинением в связи с этим процесса затирания, в раствор переходит больше веществ из оболочки. Каучкообразных и дубильных. Которые влияют на вкус и пенистость пива. При трёхотварочном способе можно перерабатывать дробленный солод грубого помола, а также плохо растворённый солод без снижения выхода экстракта. Грубый помол облегчает фильтрацию сусла и даёт лучшие результаты при выщелачивании дробины. Отмечается, что после перекачки прокипячённой первой отварки снижается активность ферментов на 77% по сравнению с заторной массой. Второй отварки на 56% и после третей на 26%. Однако этот факт не является решающим, поскольку ферменты действуют также в период выдержек в заторном чане. И прокипячённая третья отварка может осахариться и при пониженном действии ферментов. Большим недостатком трёхотварочного способа является трудоёмкость, продолжительность и повышенное потребление энергии. Для современных солодов высокого стандартного качества, получаемых из тонких селекционных ячменей, не требуется трёхотварочный способ затирания. Двухотварочный способ затирания. Такой способ наиболее приемлем при производстве светлых сортов пива. При затирании в тёплую воду и кипячении двух отварок, вместо трёх, получают сусло более светлого цвета и тонкого вкуса. Двухотварочный способ более выгоден, чем трёхотварочный и имеет несколько вариантов. Как правило, затирание проводят в тёплой воде от 35 до 37 градусов Цельсия. А затор нагревают до 50-52 градусов Цельсия. Первую часть затора, первая отварка, объёмом несколько больше 1-3 всей массы спускают в заторный котёл и медленно нагревают на 1 градус за 1 минуту до 70-74 градусов Цельсия. После осахаривания затор доводят до кипения и кипятя 20-30 минут. Остаток затора в чане тщательно перемешивают и при постоянном перемешивании к нему медленно перекачивают прокипяченную первую отварку. С таким расчётом, чтобы была достигнута требуемая температура 64-70 градусов Цельсия, которая регулируется объёмом отварки. После выравнивания температур в заторный котёл спускают вторую, тоже густую часть затора, вторую отварку. Если в котле остался остаток от первой отварки, его нужно охладить холодной водой, чтобы помешать инактивации ферментов, вспущенной в котёл второй отварки. Вторую отварку можно нагревать быстрее, а если осахаривание удовлетворительное, то быстро доводят её до кипения и кипятят 15-20 минут, а затем перекачивают в заторный чан и выдерживают при 75-78 градусах Цельсия. Биохимические процессы носят такой же характер, как и при трёхотварочном способе осахаривания. Весь процесс продолжается от 4 до 4,5 часов. Ход затирания в две отварки виден из диаграммы, которую вы видите на экране. При переработке солода короткого вращения, плохо растворённого, лучше проводить затирание в холодной воде и медленно нагревать до 50-52 градусов Цельсия. В зависимости от необходимости для первой отварки можно применять удлинённую пеплотонизирующую выдержку. Выдержку на осахаривание для этой отварки также можно удлинить. И наконец, отварку в заторном котле можно нагревать медленнее. Одновременно в заторном чане тем самым удлиняется время выдержки оставшейся части затора, которое стимулирует процесс растворения. Если перерабатывать хорошо растворенный солод и необходимо ограничить расщепление белков, то выдержку в чане при 50-52 градусах Цельсия можно сократить. Поддерживая температуру в интервале 62-72 градуса Цельсия для перекачки первой отварки можно изменить соотношение сахаров и несахаров. Механическому составу дроблённого солода для двухотварочного способа следует уделять больше внимания. Дроблённый солод не должен содержать большие фракции крупной крупки. Их присутствие затрудняет осахаривание и может стать причиной низкого выхода экстракта. Двухотварочный способ применяется для производства светлых сортов пива в европейских странах. Одноотварочный способ затирания. Его рекомендовал и подробно описал Баллинг уже в 1854 году. Этот способ заключался в следующем. 100 килограмм дроблённого солода затирали в 420 литров воды. Нагретый до температуры 62,5 градуса Цельсия. Температуру заторной массы снижали после затирания до температуры 58 градусов Цельсия. Около половины густого затора спускали в котёл и медленно нагревали до температуры 75 градусов Цельсия. Потом доводили до кипения и кипятили 30 минут или больше. После кипячения отварку добавляли к затору в заторном чане и затор выдерживали при температуре 75 градусов Цельсия. В качестве ещё одной возможности Баллинг рекомендует проводить затирание половины солода в соотношении 50 кг на 210 литров воды в заторном чане при температуре 62,5 градуса Цельсия. А вторую половину в котле снова соотношение 50 кг солода и 250 литров воды при температуре от 50 до 62,5 градуса Цельсия. Заторную массу при постоянном перемешивании медленно нагревают до 75 градусов Цельсия и потом доводят до кипения. Время кипячения и последующие выдержки затора такие же, как и в первом варианте. Адено-отварочный способ затирания имеет несколько вариантов. Дроблённый солод затирать в чане в холодной воде и нагревать при температуре 50 градусов Цельсия или сразу затирать в тёплой воде. Около половины густой части затора спускают в заторный котёл и нагревают сначала до температуры осахаривания 65-68 градусов Цельсия, потом до 75 градусов и доводят до полного осахаривания. Затор кипятял 30 минут, перекачивают к остатку заторной массы, находящейся в чане. Весь затор выдерживают по температуре 75-78 градусов. При другом способе дроблённый солод затирают прямо в заторный котёл при температуре 50 градусов Цельсия. Если это необходимо, то вводят пепотонизирующую выдержку в 15-20 минут. Потом заторную массу нагревают до температуры 75 градусов Цельсия и оставляют до осахаривания и осаждения дробины. Затем около половины отстоявшегося сусла сливают с поверхности котла в заторный чан, как диастатическую выдержку. Оставшуюся в заторном котле густую часть затора нагревают до кипения и кипятят 30-45 минут. Между тем диастатическую выдержку в чане несколько охлаждают. Прокипячённый затор медленно добавляют к ней так, чтобы температура не превысила 75 градусов Цельсия, как это изображено на графике. Хорошего выхода экстракта при таком процессе можно достичь только в случае переработки хорошо растворённого солода или солода перерастворённого. Общее время процесса затирания при одноотварочном способе недостаточно для того, чтобы процессы растворения при переработке плохо растворённого или плохо измельчённого солода протекали правильно. Одноотварочный способ затирания используют во многих странах главным образом при одновременной переработке заменителей солода, о чём будет сказано позднее. Способ раздельного затирания составных частей дроблённого солода. Эти способы обеспечивают раздельную переработку оболочки крупной крупки и муки. Наиболее известен способ кубиса, направленный в первую очередь на переработку крупной крупки, которая создаёт наибольшие трудности при затирании. Крупку затирают в заторный котёл при температуре 48 градусов Цельсия и медленно нагревают. Можно вводить пептонизирующую выдержку или нагревание проводить сразу до температуры 70 градусов Цельсия и затор осахаривать 20 минут. Поскольку крупка оседает на дно, при нагревании нужно интенсивно перемешивать. Затор кипятят 30 минут. Между тем в чане в тёплую или холодную воду затирают оболочку. Основательно перемешивают и затем к ней добавляют прокипяченую крупку. Температура тем самым поднимается до 70-75 градусов Цельсия. И клейкостеризованные части прокипяченой крупки осахариваются под действием амилаз из затора оболочки. Третья часть дроблённого солода, то есть мелкая крупка и мука разжижаются и осахариваются очень быстро. Её можно добавлять или в сухом виде к обеим частям затора, находящегося в чане. Или после спуска первых двух частей затора в котёл. Задирать с водой в чане и после этого спускать в котёл. Объединённые три части затора при постепенном перемешивании нагревают в котёл до температуры осахаривания 75-78 градусов Цельсия. И осахаренный затор перекачивают в фильтрационный чан. Благодаря тому, что оболочку не кипятят, она меньше повреждена и образует хорошо проходимый фильтрующий слой. В результате необходимости сортировки и отдельного хранения трёх составных частей дроблённого солода требуется определённая перестройка обычного оборудования и весь процесс становится сложнее, чем обычное осахаривание. На 6-ти вольцовых дробилках можно получать солод, в котором нет крупной крупки такого размера, которая вызывала бы трудности при затирании. Оболочка измельчённая осторожно и хорошо легко отделяется. Поэтому можно поступить так, что при дроблении от остального дроблённого солода отделяется только оболочка. Основную часть дроблённого солода перерабатывают обычным способом, а оболочку затирают в чане только после спуска последнего затора в котёл. Основательно перемешивают и при температуре около 60 градусов быстро насыщают водой. Если оболочка хорошо измельчена, то имеющиеся в ней остатки крахмала при обычно принятых температурах и паузах клейстеризуются и осахариваются. Вопрос некий печенья оболочки имеет много сторонников. Как уже упоминалось, улучшается фильтрующая способность дробины и в сусло переходит меньше дубильных веществ и веществ, придающих пиву резкий вкус. Однако вещества этого типа переходят в сусло и при выщелачивании дробины, и поэтому отделение оболочки не имеет большого значения, особенно при переработке солодов из тонкоплёночных ячменей. Остальные способы затирания. При укороченном способе затирания по виндишу, который приведён только для переработки хорошо растворённых солодов, затирание проводят при температуре 62 градуса Цельсия в хорошо изолированном чане или заторном котле, чтобы удерживалась высокая температура заторной массы. Тем самым ограничивается действие протеаз. Густую часть затора кипятят только 5 минут, что считается достаточным для хорошо растворённых солодов. После перекачки первой отварки температура в чане поднимается до 70-72 градусов Цельсия. После перекачки второй отварки до 75-78 градусов Цельсия. Затирание по шмидцу обеспечивает фильтрацию первого сусла и промывной воды при температурах 95-98 градусов Цельсия. Тем самым процесс фильтрации ускоряется, поскольку горячее сусло имеет более низкую вязкость. Однако сусло в котле должно доосахариваться. После затирания солода дают осесть оболочки вместе с остальными грубыми частями дроблённого солода. И во вспомогательную ёмкость отводят около 3% её от общего объёма затора в виде диастатической вытяжки. Потом затирание проводят нормально, то есть весь затор спускают в котёл и медленно нагревают до температуры пептонизации. И потом до температуры осахаривания. Наконец доводят до кипения и кипятят от 40 до 60 минут. Кипящий затор перекачивают в фильтрационный чан и после отстаивания фильтруют. Дробину выщелачивают горячей водой. При таком способе весь процесс фильтрации сокращается наполовину. При стекании в котёл первое сусло и промывная вода охлаждаются водой в специальном устройстве до температуры 75 градусов Цельсия. К охлаждённому суслу из дополнительной ёмкости добавляют диастатическую вытяжку. Перед нагреванием до кипения надо выждать пока полностью осахарится первое сусло и промывная вода. Тем самым экономия во времени достигнутая при фильтрации несколько сокращается. Кроме названных способов затирания известны и другие способы. А главным образом их варианты. Например включают белковые паузы различной продолжительности, чтобы добиться более глубокого расщепления белков. Выдержки при низких или высоких температурах осахаривания существенно сокращают или удлиняют, чтобы увеличить долю мальтозы или дегстринов. Дроблённый солод из солодов короткого ращения или трудно перерабатываемых солодов предварительно замачивают на 6-10 часов в холодной воде. Так называемое экстрагирование, чтобы облегчить переработку и повысить выход экстракта. По этим же причинам заторы иногда кипятят под давлением. Затирание всегда должно быть приспособлено к местным условиям и поэтому для него не могут быть разработаны повсеместно действующие инструкции. Используя некоторые указанные способы можно улучшить процесс затирания. Однако некоторые мероприятия, такие как предварительная замочка дроблённого солода или кипячение заторов под давлением, можно использовать только в особых случаях, поскольку они часто отрицательно влияют на вкусовые свойства пива. Подкисление заторов. При производстве стойких сортов пива большое внимание уделяется PH заторов и сусла. При повышении кислотности снижением PH ускоряются ферментативные процессы при осахаривании и улучшается фильтрация сусла и брух ахмелённого сусла. Оптимальных величин PH, то есть от 5,5 до 5,4 у заторов и 5,2 у охмелённого сусла нельзя достичь при работе с карбонатными водами или при переработке плохих, бедных ферментами солодов. В таких случаях добавка только кислотообразующей выдержки недостаточно. Необходимо или обработать производственную воду для снижения её временной жёсткости или искусственно повысить кислотность затора. На практике кислотность затора повышают или путём добавления протеолитического солода или за счёт получения в заторе биологически путём молочной кислоты или прямой добавки минеральных кислот. При биологическом подкислении молочную кислоту получают таким образом, чтобы необходимый объём первого сусла или прямо затор сбраживают чистой культурой лактобацилюдельбрюки. Брожение проводят при 45-47 градусах Цельсия. Так что кислый затор содержит приблизительно 1% молочной кислоты. Это продолжается максимум 1 сутки. Потом необходимую часть добавляют прямо к заторной массе. Этот способ сложный и его использовали только в Германии. В Бельгии и Франции при применении этого способа кислоту добавляют непосредственно. При этом используют серную, соляную и молочную кислоты. По деклерку серная кислота придаёт пиву более резкий вкус. В то время как при использовании соляной и молочной кислот вкус пива становится более мягким. Дозу кислоты для изменения PH устанавливают тетровальным методом. Калориметрическим или электрометрическим путём. Определение количества 0,1 нормального раствора кислоты необходимой для сдвига PH до требуемой величины. Добавка относительно небольшого количества кислоты к затору или отварке не составляет трудности. Кислота быстро нейтрализуется в результате реакции со щелочными компонентами производственной воды. Однако подкисление всегда является неестественным вмешательством и его результат будет проблематичен. Если в случае добавки кислоты образуется слишком много солей, которые остаются в сусли. Непосредственно использование кислот в некоторых государствах запрещено. Затирание с заменителями солода, не с оложенными материалами. В разделе о приготовлении заменителей уже говорилось, что небольшие их количество до 10% от общей засыпи. Можно затирать прямо в котле после спуска первой отварки. Большие количество заменителей лучше затирать с определенной частью солода. Отдельно и после кипячения этот затор использовать для нагревания солодовой заторной массы. При переработке заменителей всегда следует соблюдать осторожность. При нагреве до кипения затор должен находиться в постоянном движении, чтобы крахмал не пригорел. За осахариванием надо следить более внимательно. Особенно большое количество заменителей перерабатывают в США. Солода, изготавливаемые в США преимущественно из шестерядных ячменей с плотной оболочкой и для выработки очень светлых сортов пива, которые там используются наибольшим способом менее пригодны. Однако эти солода характеризуются высокой амилолитической активностью и осахаривают большие количества от 30 до 40% заменителей. Для переработки больших частей заменителей был разработан способ, который используется исключительно на американских пивоваренных заводах и который вполне оправдал себя. Практикал Бревер приводит этот рабочий процесс. Сначала дробленый солод затирают в воде нагретой до 35-45 градусов Цельсия. На 1 баррель воды, это около 120 литров, берут 45-56 кг солода. Так что солодовый затвор относительно густой. После затирания заторную массу интенсивно перемешивают еще 15-30 минут, а потом оставляют в покое. Заменители солода измельченный рис или кукуруза затирают с 10-20% дробленого солода в воде нагретой до 38-50 градусов Цельсия. На 120 литров воды берут 33-45 кг засыпи. После тщательного перемешивания, около 30 минут, затор нагревают до 70-75 градусов Цельсия. И при постоянном перемешивании выдерживают 30 минут. Затем быстро доводят до кипения и кипятят под давлением около 10 минут, без давления около 90 минут. После кипячения затор из заменителей медленно перекачивают в солодовый затор. Температура всего затора поднимается до 67-68 градусов Цельсия. При этой температуре затор выдерживает 15-30 минут. А потом при постоянном перемешивании нагревают до температуры осахаривания 72-75 градусов Цельсия. В этом способе, названном Double Mesh метод двухотварочный способ, частично используется инфузия солодовый затор и частично декокция затор с заменителями. Путем поддержания низких или высоких температур осахаривания, медленным или быстрым подводом прокипяченного затора из заменителей в солодовую часть затора, можно изменять соотношение сахаров и несахаров в получаемом сусле. И тем самым регулировать конечную степень сбраживания пива. Все осахаривание по этому способу длится от 2 до 3,5 часов. Инфузионные способы. Инфузионный способ – это наиболее простой способ получения экстракта из солода. Оборудование для инфузионного способа производства было очень простое. Достаточно было простого чана с мешалкой, фильтровальным или оросительным устройством и котла. При инфузии солод выщелачивают теплой водой и не кипятят. Поэтому необходимо, чтобы солода были хорошо растворенными и имели хорошую амилолитическую активность. Инфузионное сусло имеет более светлый цвет и менее выразительный вкус, чем сусло декокционное. Пиво из этого сусла обычно сбраживается глубоко. При нормальном инфузионном процессе солод затирают в воде нагретой до температуры 60-62 градуса Цельсия. И оставляют при этой температуре и при постоянном перемешивании на 30-45 минут. Потом добавляют горячую воду. Пока температура не поднимется до 70 градусов Цельсия, перемешивают еще 15-20 минут. После чего всю заторную массу оставляют на 30 минут в покое. Так называемая пауза. После этого начинают фильтрацию. Можно поступать и таким образом, что солод затирают в котел при температуре 45-50 градусов Цельсия. Выдерживают 1 час. Потом при перемешивании нагревают до температуры 62 градуса Цельсия. Опять выдерживают 30-35 минут. И температуру снова повышают до температуры 70-75 градусов Цельсия. После паузы 20-30 минут начинают фильтрацию. Менее обычен способ, называемый нисходящей инфузией. При этом в способе солод перемешивают в механическом заторном аппарате с водой, нагретой до температуры 70 градусов Цельсия. И выпускают в чан, в котором вода имеет температуру 75-80 градусов Цельсия. После затирания, при котором температура всегда несколько снижается, вся заторная масса должна иметь температуру 70 градусов Цельсия. При этой температуре перемешивают затор около 30 минут. А затем содержимое оставляют на 30 минут и до часа в покое. После этого начинают фильтрацию. Этот способ используют только для переработки солодов долгого рощения с высокой амилоэлектрической активностью. Так как уже в начале процесса амилазы под действием высоких температур частично инактивируются. Солода короткого рощения в таких условиях не осахарились бы. Влияние затирания на состав экстракта и на качество пива. Суть и цель процесса затирания состоят в том, чтобы с помощью простейших средств получить как можно больше экстракта требуемого состава. На технологические возможности, с помощью которых можно влиять на расщепление крахмала и образование сахаров мы рассмотрели ранее. Изучалось образование отдельных сахаров в водных экстрактах солода, полученных при разных температурах. Для изучения хода главного брожения сусло кипятилось с хмелем и полученное таким образом охмеленное сусло сбраживалось сильно сбраживающей расой дрожей. И были сделаны следующие выводы. При низких температурах растворяется мало экстракта. При 50-55 градусах Цельсия экстракта прибавляется. И максимум его достигается при 67-70 градусах Цельсия. Оптимальный интервал 60-70 градусов Цельсия. С 72 градусах Цельсия прирост растворенного экстракта снова снижается. Общая картина процесса видна из диаграммы. Растворимые экстра активные вещества образуются при затирании под действием комплекса ферментов с разными оптимальными температурами. И таким образом, поддерживая определенную температуру, можно вызывать активность определенного фермента. Следовательно, можно изменить состав экстракта, изменяя температуру при затирании. На диаграмме приводятся данные степени сбраживания охмеленного сусла, полученные при разных температурах. Сбраживание достигает максимума при 62 градусах Цельсия. Это действительно для всех солодов. Так что температура 62 градуса Цельсия является решающей для достижения высокой конечной степени сбраживания. Это особенно важно для определения данной температуры. у отдельных заторов в варочном отделении. Для достижения такого же эффекта при умеренно высоких температурах 63-66 градусов Цельсия требуется значительное увеличение температурной выдержки почти в 3 раза. В этом охмеленном сусле обнаружились такие гексозы, сахарозы, мальтозы, низшие и высшие декстрины, что результаты представлены на диаграмме, которую вы видите на экране. На содержание гексоз существенное влияние могут оказывать температуры при затирании, особенно в области низких температур. Кроме фракции глюкозы и фруктозы, содержащейся уже в солоде, гексозная фракция увеличивается в интервале температур от 50 до 60 градусов Цельсия. С технологической точки зрения очень важно воздействовать на образование гексоз, так как они являются начальным источником непосредственно сбраживаемых сахаров для разбраживания. Для быстрого разбраживания необходимо высокое содержание гексоз. Сахароза, содержащаяся уже в солоде, переходит в раствор непосредственно при затирании, так что на ее объем невозможно воздействовать технологически. Об образовании мальтозы при осахаривании мы это обсудили ранее. Высокие величины конечного сбраживания связаны с высоким содержанием мальтозы. Около 4,5 сбраживаемого экстракта образуются в результате активности бета-амилазы, 1,5 альфа-амилазы. Поэтому требование к высокому и выровненному содержанию амилолитических ферментов при определении солода очень важно. Содержание мальтозы в охмелённом сусли можно в незначительной степени изменять при осахаривании, изменяя температуру. Образование мальтозы более заметно между 50 и 60 градусами Цельсия. Высшая точка находится между 62-65 градусами Цельсия. При высоких температурах она в значительной мере сохраняется. Относительно выровненное образование мальтозы в диапазоне температуры от 60 до 80 градусов свидетельствует о том, что в ферментативном расщеплении крахмала до мальтозы принимают участие бета- и альфа-амилазы. При низких температурах мальтозы образуются главным образом в результате активности амилазы. При высоких температурах альфа-амилаза быстрее расщепляет только крахмал, однако активность бета-амилазы уже снижена в результате инактивации. В солоде декстрины еще не встречаются. При затирании при температурах выше 50 градусов Цельсия их образование сильно возрастает и остается практически одинаковым. Вплоть до температуры 72 градуса Цельсия. В интервале от 75 до 80 градусов Цельсия происходит дальнейшее повышение. Также в литературе приводятся результаты, полученные при главном брожении сусла, приготовленного из экстрактов солода при температуре 62, 67, 72 и 75 градусов Цельсия. На основании этих результатов можно сделать следующий вывод. Сусло, полученное при низких температурах, сбраживается быстрее и достигает высокой степени сбраживания. В то время как сусло, приготовленное при высоких температурах, наоборот. В результате этой связи Пиндал замечает, что многие технологи опасаются, что пиво из глубоко сброженного сусла имеет большую разницу между видимым и конечным сбраживанием. И утверждают, что при использовании физиологически активных и глубоко сбраживающих дрожжей и при достаточной аэрации это сусло сбраживается довольно глубоко. Сусло, полученное при низких температурах, быстро разбраживается. Образование углекислого газа высокое и продолжительное. Дображивание интенсивное. Достаточное содержание гексоз и мальтозы важно для индукции ферментов. И тем самым для достижения бродильной способности дрожжей. Если это так, то высокое содержание мальтотриозы не должно вызывать затруднений при дображивании. Также и эффективность дрожжей относительно выше при главном брожении сусла, приготовленного при низких температурах. Влияние состава сусла на размножение дрожжей значительно. В сусле, приготовленном при низких температурах, они осаждаются при брожении позже. Высокое содержание мальтозы в этом сусле обеспечивает полную деятельность дрожжей. Клетки в сбраживаемом сусле дольше остаются рассеянными и при розливе в лагерные танки попадает больше активных клеток. В сусле, полученном при низких температурах осахаривания, PH при брожении снижается быстрее и молодое пиво имеет более высокую кислотность. Нарциссы Хейзингер в своих работах возвращались к влиянию многоотварочных способов затирания на свойства пива. Они изучали способ осахаривания при высоких температурах 2 и 3 отварочные способы. Кроме стандартного проведения, были существенно увеличены выдержки при температурах 62 и 70 градусов Цельсия. При затирании при высоких температурах и при 50 и 60 градусах Цельсия в 2 и 3 отварочных способах удлинение пауз при температуре 50 градусов Цельсия способствует преимущественно повышению образования низкомолекулярных фракций. При выдержке 65 градусов, а возникали фракции высоко и среднемолекулярные. Цвет сусла возрастает начиная от осахаривания при высоких температурах и повышается во всех процессах с каждым удлинением пауз. Низкая температура заторов и отварок повышает цвет сусла. Существенное увеличение вязкости сусла происходит в результате выдержки при температуре 70 градусов Цельсия. Небольшое снижение вязкости вызывается увеличением пауз при температуре 65 градусов Цельсия. Сильное снижение – удлинением пауз при температуре 50 градусов Цельсия. Продолжительное затирание и интенсивное кипячение заторов придают вкусу пива полноту, что проявляется и у пива из заторов с удлиненными паузами. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео, когда они выходят. Поставьте лайк. Поделитесь этим видео с другими людьми, которым оно могло бы быть интересным и полезным этим людям. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.